Тем поздним вечером я, как обычно, возвращался с работы домой. Моя работа – охранник одной из множества научных лабораторий города Дубная. Моя семья – жена и две дочери. Мой дом – квартира в 20 минутах ходьбы от места работы. Именно этот вечер оказался гораздо более поздним, чем обычно, поскольку из-за каких-то внутренних проблем на территории лаборатории меня и задержали. Понятия не имею, что у них случилось, но прибежавший ко мне и немного запыхавшийся ученый спросил меня, не видел ли я ничего подозрительного. Естественно, ничего странного не было, однако попросили задержаться. И вот я иду по тускло освещенной улице и прохожу мимо Дома культуры, окинув по пути взглядом памятник Владимиру Высоцкому. Моя припозднившаяся прогулка продолжается. И тут сзади я услышал, что за мной что-то идет. Сначала не придал этому значения, хоть и доносившийся шум меня немного напрягал. И вот, дойдя до памятника двум выдающимся ученым нашего города, какое-то шестое чувство подсказало мне, что стоит свернуть в сторону. Я свернул, зашел за памятник и оглянулся назад. Вдалеке уличный фонарь тускло освещал фигуру получеловека, полуволка. Будучи скептиком, не мог поверить увиденному, но страх сковал мою душу. Хотелось бежать и паниковать, но я взял себя в руки и, насколько это было возможно, спокойно ушел в кусты за памятником, притаившись. Под рукой оказалась маленькая бутылка коньяка, которую я залпом выпил. Огромный и массивный оборотень, сверкавший красными глазами, шел неспешным шагом там же, где минутой ранее шел я. Монстр словно выискивал добычу в моем лице, но понял, что спугнул меня. Он осмотрелся по сторонам и направился в сторону памятника, который начал трогать. Убедившись, что перед ним действительно памятник, оборотень направился прочь от меня. Убедившись, что монстр ушел далеко, я пошел, еле-еле перебирая ногами, домой. Вдали со стороны реки Волги я услышал женский крик, который резко оборвался. Минут через десять я уже был дома. Жене я сказал, что нажрался по пути домой до состояния белочки, заодно пересказав случившуюся историю, дабы выглядело это все более-менее естественно. На следующий день на работе меня вызвало начальство. Они потребовали дать подписку о неразглашении. Как бы я ни пытался их убедить, что просто напился и мне померещилось, ничего не получилось. Начальник лишь ухмыльнулся и сказал, что мне не померещилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok